...будет оказана самая искренняя команде, потому что без болельщиков Ювентусу сегодня. Игра эти 0-2 у команды, которая стремится к домашнему финалу Лиги Чемпионов. Это, кстати, наград. Зато другие. Все бойцы проверенные. Центр обороны. Третий Джорджок Елини, 23-й Эмрэджан, 5-й Миралем Пьянич, 33-й Федерико Рабучий проводит в статусе главного тренера Ювентуса. Болл Ван Букель. То есть у нас сегодня есть Ван Рукель и Ван Букель. Ну и сейчас со спаронападающих седьмой Антуан Гризман и 22-й Альваро Марата. Альваро Марат и Мичи, в том числе в Лиге Чемпионов за Ювентус. Эка, Коста и Томас должны гореть на табло. Стартовый свисток голландского арбитра Бьерна Кюйперса, который уже нет. Ювентус в атаке на первых минутах. Передача наблезла Матюиди. Матюиди простреливает. Манджукич. Наставник туринской команды. Он сказал, что мы сегодня должны играть быстро. Воротный Ювентус продолжает атаковать. Мяч штрафной площади Матюиди. Удар по воротам подставляет. Могу по... Ювентус продолжает атаковать. Пьянич, подача в штрафную. Там два нападающих. Там Манджукич. Еще раз эту атаку мы наблюдаем. Он здорово, кстати, Спинацоло проходил. Отдавал. Такое не прощает. Подача штрафную. Несколько рикошетов и гол! Была игра мяч к Елине. Забил вот уж если мы на этом будем останавливаться. Вот так было. Даже до того, как мяч в сетку отправил Джорджо к Елине. Так что это взятие ворота. Треть. Что здесь было на самом деле? А, вот в чем дело. Ну, видите, аргументы. Коллег, а вот давайте смотреть еще раз. Но здесь мы ничего не увидим. Мы лучше видели. Чеманжукич остался в пассивном офсайде. А, вот. В это лышит Кюйперс. Нельзя. Есть предложение делать. Убки-то. Ювентус явно имеет преимущество. Провел несколько опасных атак. Очень быстро вводит мяч в игру. Криштиану Роналду. Подача в штрафную площадь слева и ноги. Немалый против Ювентуса. Он играл в Италии. За три команды. И когда-то это все. Кстати, выстраивается Ювентус. В момент владения идет вперед по правому флангу живого Концело. Его регулярно страхует Гагадин. Бернардески катит мяч в центр. Пьянич отдает на Концело. Тот подает штрафной. Яну Аблак. Спокойно. Конечно, вот Реала несколькими годами позже. Подача травмы и так далее. И так далее. Долго не играл. Сегодня получает свой шанс. Переводит Пьянич. После первой пяти минутки вроде бы подача. Перевод получился. Здесь Концело уже мяч принимает. Но там родной он поиграл и там, и там. И может быть ему пришлось бы, наверное, играть Юиди. Отправляет мяч на фланг. Там Спинацело. Подача. Но Хименес первым. Отправляют Концело. Переиграл под левую себе. Переложил. Дальше Пьянич. Подача. Готовился Роналду. Коке, Бернардески налево можно покатить. И мяч в результате грудь. Спинацело. Сам несется вперед по флангу. В подкате Ариас. И вот ноги. Ариас. Коке ждет передачи. Получает ее удар. Коке. Очень много было разговоров о том, достоин он место в стартовом составе или нет. Идти дальше. Но еще у нас впереди по меньшей мере 70 минут игры. Роналду так. Ариас штрафной. Прошу прощения, Коке. Это было. Гризман наносит удар. И здесь уже. Вот здесь мы видим. Выбрался из-за спины. Попонучий. И. Келлини. Выигрывает воздух. Но только лишь воздух. Бернардески. Бернардески набрасывает удар. В этой минуте Ювентус. Выходит вперед. И самое дорогое приобретет. Франа. Роналду очень любят забивать. Именно ворота мадридского. Бить. Получилось. Хуанфран и за спиной у него Криштиану Роналду. И передача. В 33 матчах против этого клуба. Переворота и Атлетико и Хитахи. Ну. Мне кажется правильно поступили голландские арбитры. Второй гол всего-навсего. Роналду. Красные карточки в игре с Валенсией. Собственно с Валенсией почти не поиграл. Подача выходит из ворот. Бежать некуда. Но игроки Ивенца находят эти малюсенькие зоны. Бернардески. И падает. И Кюперс назначает. Сирия забил уже очень много со штрафных. Кстати совсем недавно. Наполе он уже. Это точка для Бернардески. Потому что Ливанодьев футболист может попытаться отсюда. Жан показывает на себя. Вот бейте сюда. И бьет Бернардески выше ворот. Но мне кажется все хороши. И Спинацола на тюрьме выглядит. Сейчас не заметил движение. Ошибся в передаче. Взрыхлить правый фланг обороны. Атлетико Спинацола подает. И долетит мяч до Бернардески. Удар по... Здесь все это помнят. И очень красивый эпизод. Лучше остальных это на этом стадионе делает Крештин. И Спинацола не суетится. Он действует... Пытается заставить сохранить концентрацию игроков. Атлетико подачи штрафной площади. Роналду снова зависает. Играет Криштиану Роналду. Но это его конечно... Его коронный прием. Завис ударил. Обменивается такими улыбками. Подача Пьянича. Удар! Разбили ему. Обрати внимание лицо. Причем давно мы это видели. Куфлировала кровь. Подача еще одна. Не дошло дело до удара. Родри. Достаточно забить в любой ситуации. Подача Мурата. Удар! Вот это уже было опасно. Так и закончится очевидно у нас тайм первый. Ему дали пробить. Подача Шкоке. И реакция Яна Облако. Эти два матча как два тайма одной игры. Пожалуй так и получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы готовы к продолжению Риел на третьей минуте. Когда боролся за мяч с Яном Облаком. И тот гол Юве тоже нужно в надежду болельщикам Ювентуса. Сами Хидиры сейчас про шаги нет. Ни у той, ни у другой команды. И по большому... Тридцать седьмой. Леонардо Спинал. Тимиряно Аллегри главный тренер. Атлетико. Ян Облак тринадцатый в воротах. Справа два. Сыграет Ювентус. Иногда так перестраивается. Роналду подает. Манджукич до мяча не дает его в игру. Бросает на Джо-Джо к Елене. К Елене тут же подает штрафную. Ян Облак спокойный мяч забирает. И выиграв борьбу у Хуан Франа. Мы видим, что начало второй сорокапятиминутки. И Манцело. Четыре игрока Ювентуса в центре штрафной. Удар Роналду. Облак в руке. Атлетико. Еще один удар Роналду. Ответ на игра одной восьмой финала. Уже был случай, когда... Был ли тот самый камбэк, о котором говорил вот этот человек. Они радуются, потому что мяч летел в ворота. Давайте смотреть. И снова подача с фланга. Бьет Роналду. Уверенно сообщили. Здесь это мы не увидим. Здесь мы вообще быть однозначным. Пол. Вот это да. Смотришь? Спинацоло подает штрафную. Но здесь удара не будет. Леонарду Спинацоло. И Бернардески никак до него добраться не мог. Их опережает в воздухе. Три мяча в семи матчах. Да, немного. Атака получается у Ювентуса. Канцелу. Подача. Удар Бернарду. В случае предупреждения. Следующую игру пропустят. Гризман, Куре и Савич. Савич. Желитом Алимар. Дает свисток Юперс. Ну вот посмотрим. Ну нарушение было. Наступил на ногу. Криштиану. Бьет. Попадает ровно в стену. Ровно в игроков. Ищ опускается. И заброс на Криштиану. Криштиану. Мяч догонит Ли. Только могла и передачу оценить. И вместо него Паула Дебаба. А это значит, что это может знать. Успокаивает Маратову. Бануччи. Оттаскивает. Марата играл. Совершенно отдельная ситуация. Отдельная. Ну здесь вообще-то карта. И причем... Ну и Марата. Кюперс сыграл. За Ювентус здесь. Криштиану. Нет. Эту атаку Ювентуса Бьерн Кюперс. Пробросил. Суиди его страхует на всякий случай. Канцелу теперь переместился на левый фланг. А пока заброс снова вперед на Мариум. Будет подавать штрафную навес. Удар! В предыдущем туре итальянского чемпионата 19-летний нападающий, который в системе Ювентуса уже... Это Манджукича, кстати говоря. А Мользыкин окончательно манишку свою розовую снимает. За Атлетико. Семен и возвращается на мостик свой. Сегодня очень мало заработала команда Семена. Антуан Гризман. Подача штрафной. Щенсный. Великолепен. Ну, он сегодня не забил. Он нагнетал. Совершенно точно свою. У него уже... От сколько мяч будет у Атлетико. Ох, какая передача к Елене. И добирается до мяча Мользыкин. Мамету Ювету Саудар. Мимо. Передачу отдал. Да, там еще пытался Хименес мяч перехватить. Смешает в своей команде. Миша. У него еще остались. Идет Федерико Бернардески. Смещается. Падает. Че? Правильности принятого решения главного арбитра. Но толчок в спину Карре совершает. Видеоассистенты М. Они должны сейчас изучить. Матери. Постал следующим касанием. Справа ноги бить. Тем более, Хименес его накрывал. И отыгрались у Реала. И Роналду забил пенальти. Разбег. Криштиану Роналду. Удар и гол. Спустя год. Это хэд три. Битый мяч. А пока они радуются. Они радуются. Ему точно будет Бьер Кюперс добавлять. И сколько еще их тренера. И теперь понятно, что четвертый не будет. В этих двух матчах. И вот он радуется за папу. Не. Субтитры сделал DimaTorzok